Никогда бы не подумала, что такую красоту можно сделать из обычной травы и бумаги. Для начала давайте сделаем вот такой самодельный жгут, для которого понадобится рафия. У меня 4 мотка по 50 метров. Можно купить на любом маркетплейсе или в товарах для рукоделия. Они бывают разных расцветок, и в данном случае нам понадобится некрученая рафия. Также понадобится джут. Для основы на него мы будем как раз накручивать рафию. Сколько слоев джута вам решать самим. Именно от слоев джута, или можно использовать любой другой шнурок, будет зависеть толщина жгута, из которого вы будете плести корзину. Я, кстати, занималась этим, пока гостила у родственников мужа в деревне. Посмотрите, какой простор для творчества. Так, только сейчас прямо на секундочку вас отвлеку, и напомню, что у меня есть теперь телеграм-канал, в котором я публикую все, что осталось за кадром. И также делюсь тем, что я собираюсь делать или делаю. И, например, мои подписчики из телегии уже давно в курсе, что я делаю пуфики для моих родителей, а вы только что узнали. И чтобы ничего не пропустить, и просто быть ко мне поближе, чаще со мной общаться, подписывайтесь, я буду вас там ждать. Джут сложила в четыре нитки и привязала к забору. Очень удобно. После чего смотала джут, чтобы было удобнее работать. И, отрезая примерно по два метра рафии, начала наматывать ее на джут. Наматывать нужно немного под углом и немножко в натяг, чтобы потом рафия не раскручивалась. Наматывала рафию также в четыре слоя, то есть все четыре мотка одновременно. Поначалу я концы соединяла узлами, но это смотрелось совершенно некрасиво, неуклюже. Самый простой способ просто склеить их моментом гелем, ну или подобным клеем. Также желательно саму рафию периодически фиксировать клеем на джут, иначе она будет раскручиваться во время плетения. Но я об этом узнала слишком поздно, поэтому вам сообщаю сразу. Ну а дальше, чтобы сделать крышку для корзинки, я нашла толстую проволоку и согнула ее в прямоугольник по нужному мне размеру. Ну, конечно, не я согнула, согнул муж, потому что проволока очень толстая, а я только подправила. После этого обмотала проволоку скотчем, чтобы впоследствии она не ржавела и на нее не попадала влага. И, посадив конец самодельного жгута на клей, начала наматывать на проволоку. Здесь, на самом деле, существуют разные способы плетения. Я решила не заморачиваться и сделать максимально простое. Сначала обмотала торец до середины, затем протянула по центру жгут на противоположную сторону, закрепила там, вернула обратно и доплела торец. А после этого начала проводить нить жгута сквозь две этих серединных основы и каждый раз два раза прокручивая через проволоку. То есть, вводим жгут туда-обратно и так до конца по всей площади проволочного каркаса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok В конце также зафиксировала жгут на клей и вот такая красота в итоге получилась Теперь изготовим сам короб, к которому прикрепим нашу красивую плетеную крышку Я использовала ДВП мебельный, но можно использовать также тонкую фанеру Или плотный картон, который используется художниками для холстов На худой конец можно взять плотный гофрокартон, если у вас есть какие-то старые ненужные коробки Здесь размечаем те размеры, которые необходимы вам И получается 5 деталей Одна деталь для дна, две для длинных торцов и две для коротких Дальше я решила пойти максимально простым путем Просто приклеить все на ткань с помощью ПВА столярного клея Но вам рекомендую все-таки использовать клей более быстрой фиксации Потому что столярный клей не сразу фиксирует детали И мне пришлось долго ждать, прежде чем собрать всю конструкцию Ткань я взяла брезентовую, чтобы она была попрочнее и поплотнее И просто отрезала длинный лоскут Так, чтобы на него в одну линию уместились все боковинки Соединительный шов я сделала по центру одной из длинных боковинок Делала немножко запас на отворот сверху И по низу отрезала так, чтобы мне хватило закрыть дно Дно также приклеиваю к ткани И обязательно фиксирую струбцинами, чтобы схватилось именно в той форме, в которой необходимо Ну и плюсом у меня сразу не получилось расправить ткань как нужно Потому что я использовала столярный ПВА-клей, который схватывается не сразу Поэтому без струбцин здесь дело не обошлось И также я дополнительно прижимала тяжелыми какими-то предметами Дальше я это все покрасила обычной акриловой краской И после этого просто обклеила весь короб рафией Она осталась у меня еще после изготовления джута И с лихвой хватило на всю коробку полностью А самый край коробки обклеила остатками того самого жгута Получилось очень аккуратно Дальше обязательно покрываем в 2-3 слоя акриловым или полиуретановым лаком Я использовала матовый И саму крышку фиксируем на колечки, которые используются для блокнотов Их можно заказать в интернет-магазинах, на маркетплейсах или в товарах для рукоделия А затем устанавливаем крышку, прикрепив проволочный каркас к этим колечкам И радуемся шикарному результату Посмотрите, как она шикарно смотрится в деле По-моему, супер! Моя тумбочка преобразилась еще больше с этой коробкой Кстати, как я делала эту тумбочку, вы можете также посмотреть на моем канале Ссылочку оставлю под видео Приходим к изготовлению круглой коробки Для нее я использовала старые картонные коробки ненужные Они из гофрокартона И я, если честно, об этом пожалела Все-таки рекомендую использовать прессованный картон Сначала вырезала два круга, чтобы склеить их между собой И получить более прочное дно корзинки Затем обклеила пленкой самоклеящейся, которую также заказывала на маркетплейсе И для того, чтобы вырезать основу нужной длины Я сделала пометку на краю окружности И прокатив ее прямо по картону Вычислила, где у меня будет заканчиваться эта основа Дальше также обклеила ее пленкой С одной стороны обязательно нужно сделать загиб побольше Чтобы край коробки смотрелся аккуратно И после этого на расстоянии примерно полутора сантиметров Сделала небольшие надрезы по всей площади этого прямоугольника Чтобы загнуть картон равномерно по кругу А затем прихватила его степлером Но так делать не рекомендую Потому что скобы слабо впиваются в торец гофрокартона В итоге все равно прикрепила дно клеем Так надежнее А затем решила обклеить все остатками жгута Но мне хватило его только наполовину И вот тут я задумалась, из чего же мне сделать оставшуюся Вспомнила, что у меня есть высушенный рогоз Который мы с мужем заготовили вместе Для моих экспериментов творческих Кстати, а добычу рогоза можно сделать весьма памятным Приятным, веселым и полезным для здоровья событием Например, как это получилось у нас с мужем Зачем искать легкие пути? Мне кажется, сложнее и интереснее намного Чувствую себя этой китаянкой или кореянкой Кручу, 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 педали кручу Итак, после этого я высушила рогоз в темном помещении Чтобы он сохранил приятные травяные оттенки И с основания каждого листа нарезала вот такие небольшие палочки По размеру корзинки Они выпуклые с одной стороны и плоские с другой И посадила их на клей И посмотрите, как же красиво смотрится корзинка Задекорированная такими палочками Просто что-то божественное Получается максимально просто и быстро А выглядит так же круто, как полностью плетеные, например, вещи из того же рогоза В общем, все эти корзиночки у меня поселились в ванной Как я делала ремонт в этой ванной, вы также можете посмотреть на моем канале Там очень много видео об этом А я теперь не нарадуюсь Как же красиво стало на моих полочках И как преобразилась тумбочка под раковиной До скорых встреч, друзья Творите, чудите Радуйтесь Радуйте Ну и, конечно же, подписывайтесь Ставьте лайки И мне будет очень приятно почитать ваши комментарии До встречи на моих следующих безумных экспериментах